Международные резервы Казахстана в конце прошлого года достигли 36 миллиардов долларов. Суммы достаточно, но только на полгода для того, чтобы произвести платежи за импортные товары и услуги, а также провести расчетные операции по внешним обязательствам, говорится в отчете Халык Финансов. Однако по сравнению с другими странами, особенно с соседними, Казахстан отстает в этом направлении. Дело в том, что на протяжении последних нескольких лет уровень резервных активов Казахстана заметно снижался. В чем главные причины? И прямо сейчас наша коллега Сабина Балашкина готова детально рассказать, потому что она изучала этот вопрос и знакома о отчетах казахстанских аналитиков. Ждем подробностей. Да, коллеги, это факт. По данным аналитиков, нас опережают такие соседи, как Россия и Узбекистан. Почему так происходит, расскажу прямо сейчас. Международные резервы – это высоколиквидные иностранные активы, подконтрольные Нацбанку. Как правило, они состоят из средств иностранной валюте и монетарного золота, который хранится в качестве финансового актива. Государства используют их для поддержания курса нацвалюты, покрытия внешнего долга и проведения расчетных операций с другими странами. Чтобы оценить, достаточно ли международных резервов у Казахстана, эксперты делают расчет по количеству месяцев, в течение которых обслуживание платежей по импорту продолжает быть устойчиво стабильным, без учета экспортных доходов и внешнего финансирования. При этом эталоном считают покрытие как минимум трех месяцев импорта товаров и услуг. В конце прошлого года соотношение резервов к импорту для Казахстана составило почти шесть месяцев, что в целом в два раза выше эталонного значения. В то же время эти показатели заметно отстают от других стран, особенно соседних. К примеру, для России уровень покрытия импорта резервами больше 16 месяцев, а в Узбекистане – 11 месяцев. Самое высокое соотношение в Казахстане наблюдалось в 2016 году – 9,8, после чего показатель начал снижаться и после одномоментного повышения в 2020-м за счет увеличения резервов и замедления внешнеэкономической деятельности снова начал опускаться и вернулся к значениям десятилетней давности. Международных резервов более чем достаточно для покрытия внешних обязательств страны, говорится в отчете Халык Файнанс. Однако, учитывая сохраняющийся дефицит бюджета, рост государственного долга и различные внешние шоки, влияющие на экономику в последние годы, аналитики все же озвучили несколько рекомендаций. На наш взгляд, государственным органам важно систематически проводить оценку международных резервов, чтобы покрыть потенциальные риски и повысить эффективность управления запасами. Также стоит обратить внимание на укрепление обменного курса тенге. Из-за роста изъятий средств из НАЦФОНДа внешние счета находятся в глубоком дефиците. И к другим темам. Агентство по регулированию развития финрынка проверило 11 казахстанских банков на стрессоустойчивой совокупности представляющих 85% судного портфеля банковского сектора страны. Специалисты проанализировали 24 миллиона займов почти на 21 триллион тенге. Также оценили качество судного портфеля каждого банка и выяснили, насколько у них достаточно резервов и денег для покрытия возможных убытков. Таким образом, уровень достаточности капитала по 11 банков составляет 15%, что в два раза выше минимального значения. Данные результаты нам показывают, что банковский сектор в целом стабилен, потому что достаточность капитала является основным показателем устойчивости банковского сектора. Результаты оценки качества активов AQR и надзорного стресс-тестирования нам показывают, что данные значения намного выше, чем минимально установленные законным значениям. Как отмечают аналитики, наибольший объем задолженности приходится на беззалоговые потребительские кредиты, почти 7 триллионов тенге. Далее следуют займы крупному бизнесу свыше 3 триллионов. Чаще других в категорию проблемных заемщиков переходили представители малого предпринимательства, на которых числится почти треть всех просроченных долгов. При негативном сценарии в будущем число проблемных займов может вырасти, отмечают аналитики. Что касается надзорного стресс-тестирования, доля проблемной задолженности у нас в негативном сценарии выросла в 2,5 раза с 13,5% до 35,8%. Здесь необходимо отметить, что это негативный сценарий развития экономики. Это является прогнозом в случае реализации шоков на нашу экономику. И в завершении информация с казахстанской фондовой биржи по итогам последних вечерних торгов. Курс доллара составил 450,05, евро 487 тенге 45 иинов, рубль 4,80. Коллеги, эксперты константируют, у наших банков есть значительный запас капитала, который позволит им безболезненно поглотить дополнительные убытки, если вдруг столкнется наша страна все-таки с экономическим стрессом. Но будем надеяться, что такого не произойдет. Будем надеяться. Это была первая цифра с Сабиной Балашкиной. Спасибо. Продолжение следует...